Дорогие друзья, это с вами Виви и у нас не неочередные Виви новости, а просто то, что вы хотели. Огромное количество было лайков поставлено, как я и просил под предыдущим видео, 518. Ребята, я такого числа давно не видел, вот можете посмотреть. 300 лайков было на ЛЕЦ, переносит студию и выгонит всех. Оно немножко было хайповое видео, это когда Неомы пытались выкупить студию европейскую, но те встали на свои, так сказать, позиции и решили уволиться, но не быть продажными. Хотя на самом деле, мне кажется, можно было переговоры повести, а не включать режим, что только не в Саудовской Аравии. Ладно, не об этом. У нас чемпионат Европы на носу, супер неделя, супер уик, восьмая неделя, три игры, каждая команда будет играть. Помимо этого будет чемпионат Америки. Восьмая неделя у них закончилась на прошлой неделе, как подсказывает капитан. Девятая неделя, здесь будет каждая команда два матча играть. А также у нас есть еще чемпионат Европы, ой, чемпионат Кореи, чемпионат Китая, который надо обсудить. Я решил в этот раз не давать вам предикшену, кто кого победит. Я примерно скажу, какой плей-офф я вижу в обоих регионах и что я вижу вообще по чемпионату. Потом посмотрим, попаду ли я в угадайку эту. Определенно можно сказать, что Мэд Лайонс и команда Рок будут в плей-оффе, потому что они уже помечены зеленым цветом. У них 11 побед, 4 поражения. Но если честно, они пир во время чумы. Вот что я назвал бы их. У команды Фанатик потерялась какая-то мотивация, какая-то идея игровая. То ли Митя начал тупить как главный тренер, то ли игроки начали тупить и начали не понимать, что им надо делать конкретно. Они пытались Сону с Кармой поиграть одними из первых, экспериментируют за экспериментом. Начали проигрывать игры и не знают, что делать против двух мега-агрессивных коллективов Мэд Лайонс и Роки, которые играют только первые 25 минут, играют в такой чисто китайский стиль, где драфт рассчитан только выиграть первые 25 минут, а дальше как карта ляжет. У G2, вы знаете, много раз это рассказывал, повторю еще раз, короткая версия. Во время первой игровой недели у Перкса умер отец, именно скончался его батя. И Перкс просто в депрессию максимальную попал. На третьей неделе, после третьей недели он был заменен, две недели его не было. Вместо него играл очень слабый игрок на роли Адекери Пиной, который в свое время играл даже в роли Адекери команды Гамбит, когда те тоже были на дне чемпионата Европы. Пиной, по-моему, еще и в СНГ играл, если я не ошибаюсь, но не буду в его карьеру лезть. Очень слабый он Адекери. Во времена Грейвса Адекери он был хорош, потому что это его Грейвс мейнер. Но во все остальное время он никогда не был сильным игроком. И почему же его взяли, спросите вы? Да потому что все остальные игроки были уже выкуплены. Нужно было в середине сезона, когда драфт новый еще не открыт, добирать игрока, который сейчас без команды. Ну вот и взяли без команды. Ну кого? Форгивена брать без команды? Вот этого паренька, да? Который любит поиграть. Поэтому команда G2 начала проигрывать. Сейчас они три игры подряд выиграли. Вернулся в игру и в ментальный строй. Перкс снова наяривает. Янкос и Перкс и другие игроки начали уже писать в Твиттере, что не волнуйтесь, ребят, в следующей неделе мы сделаем 3-0. И покажем всем, что мы можем даже попытаться выбить кого-то с первой позиции. А зачем выбивать с первой позиции? Команду сейчас покажу, потому что у нас плей-офф немножко структуризирован по-другому. Есть команда первая, есть команда вторая. Они выбирают себе соперника либо третью, либо четвертую. А нижняя есть брекет, это пятое, шестое. Поэтому нужно выбивать их не в смысле с позиции, а показать, что уровень игры у них такой же, чтобы победить команду с первой, либо со второй позиции. А на кого попадать не имеет значения. Чемпионат очень похож на старый добрый чемпионат, только с интересными лузер-брекетами, видите, раунд 1 и раунд 2. А что это значит? Это означает, что команда, которая здесь проиграет, она отправится сюда. А которая проиграет здесь, она отправится сюда. Да, то есть по факту команда номер один выбирает себе соперника, которого она будет отправлять сразу в раунд третий. Интересно, кто на кого выберет. По другим командам. То есть представим, что команда G2 выйдет, я считаю, что да. Но если посмотреть на ее историю, точнее, не историю, на ее будущее, ей играть против команды SK, Misfit и XL. Но SK имеет столько же очков, сколько у них. А у SK следующие матчи будут против Origin и Fnatic. И очень выглядит так, что SK с трудом, но все же зайдут в этот плей-офф. Мой плей-офф, я вижу, Mad Lions и Rogi. G2, позиция номер 3. SK, позиция номер 6, вместо Fnatic. И вот здесь начинается тяжесть. Почему тяжесть? Потому что, я думаю, XL-ы вылетают. Я думаю, Fnk все же остаются. И Misfit'ы остаются. У Misfit'ов, по-моему, самая простая была неделя. Давайте нажмем их. У них Vitalik'и... А нет, вру, подождите, я что-то обманул. Это у Origin'ов была самая простая неделя. Да, это у Origin'ов была самая, в некотором роде, простая неделя. Хотя и там, и там есть сложные матчи. Тут сложно заключить, кто конкретно станет следующей командой. Шансы у этих двух команд одинаковые. Почти нулевые шансы у команды Vitalik'ов попасть туда. И любопытно, что шальки сейчас идут как лучшая команда чемпионата. У Origin'ов вы знаете, что идет 0-4. Я думаю, все же Misfit'ы будут там. Но, если шальки туда пробьются, то это будет Gilius' камбэк. По поводу Gilius'а. Кто это такое и что это вообще такое? Давайте нажму вот сюда, в команду шальки 0-4. И расскажу вам быстренько про него. Gilius' это игрок немецкой лиги. Играет в разных командах всю свою жизнь. Вот он. Вот он его список. Начинал еще с команды SK Gaming в 2014 году, когда еще Алексич под себя ходил. Еще в пеленках сидел. Ну, то есть это игрок старого закала. Там 15 лет стартанул в Лигу Легенд. Играл в Unicorns of Love. Играл потом в каких-то непонятных командах. Потом снова Unicorns of Love. Потом Mousy Sports. Потом Meet Your Makers. С Euronics'ами выиграл чемпионат. Потом попал в команду Elements, которая как раз таки провалилась на чемпионате мира. Но после чемпионата мира они еще остались. Он в Elements'ах поиграл плохо. Потом пришел в Schalke 04 спасать их. Спас их. Ушел из них. Через полгода ушел в команду E-United, которые заняли второе место в регулярке U-Masters. Потом перешел в команду Giants и занял там снова первое место в U-Masters. Потом спас команду Vitalik и вывел ее в плей-офф. Потом ушел оттуда. Спас команду Bishiktash, которая вылетала из плей-оффа, но он их втащил туда. Не помню его историю в этой команде. Видимо, здесь не было какой-то истории прям крутой. Но зато вижу их состав в тот момент, а фриз это сейчас. И сейчас он пришел в команду Schalke 04 спасать их. Этот игрок постоянно приходит на полгода в команду и полностью переворачивает этот коллектив. Коллектив обычно является средничком, либо ниже среднего. Но с приходом Гириуса становится просто невероятным монстром. И эту команду сейчас боятся все. У них из тяжелых игр будут фанатики Мэды. Легкая игра будет против Vitalik. Поэтому я говорю, что у Vitalik, скорее всего, шансов нет никаких. Им нельзя проиграть ни одну игру. Они, скорее всего, проиграют команду Schalke 04. Но FNK против Schalke 04 я не могу сказать, что так уверенно могут их победить. Учитывая, как агрессивно сейчас играет команда Schalke 04. И самое главное, конечно же, игра у них будет против Mad Lions. Если они сотворят эту историю, менеджер команды Schalke 04 уже написал в Твиттере, что он бонус кинет денежку команде Schalke 04, если они попадут в плей-офф. Такую своеобразную мотивацию сделал. Забавно, что вроде все команды хотят попасть в плей-офф, но только менеджер команды Schalke 04 готов платить деньги за то, что его команда попадет в плей-офф. Ну, здесь уже элемент камбэка решает. Поэтому повторю еще раз свой плей-офф. Mad Lions и Roggen, понятно. G2 третье место. SK пятое, шестое место. Фанатики все же, я считаю, будут на четвертом месте. И команда Misfit будут на пятом. Ну, там четвертая-пятая, они будут с фанатиками эту позицию делить. Вот такой вот я вижу плей-офф. Все же я не вижу чудо с командой Schalke 04, хоть я и уважаю Гиллиуса, он реально хорош. Ну, а что будет в самом плей-оффе? Тут уже бабушка наглая сказала. Мне кажется, G2 станет чемпионами. Вот такое вот у меня мнение. Идем дальше. А, европейский чемпионат закончился. И переходим к американскому чемпионату, в котором две последние позиции плей-оффа только решаются. И возникает вопрос, а какого хрена у них 8 команд в плей-оффе? А такого хрена, что у них вот такой плей-офф? Что это? Ну, это да, надо объяснять. Команда с третьей позиции играет с шестой. Команда с четвертой позиции играет с пятой. В следующем раунде сидит команда с первой и второй. Это верхняя сетка плей-оффа, к которой мы привыкли все. Но при этом добавлена еще лузерская сетка плей-оффа, в которой играет команда восьмая и номер седьмая. И ждут соперника с этих пар. С этих пар они падают к ним. Проигравший вылетает с чемпионата окончательно. Победивший проходит дальше. И ждет проигравших отсюда. Те падают к ним. Ну и потом уже оставшиеся и проигравшие отсюда падают сюда. И будет супер потом еще в финал. Лузер брекет, как в старые добрые времена. Но есть маленький вопрос. А нахрена нам восемь команд? Да? Вот. Ой, я чемпионата не тот кинул. А нахрена нам восемь команд из десяти попадает плей-офф? Ну давайте все десять тогда пусть попадает плей-офф. Какая разница? Ну сыграйте матч седьмой-девятый с самого начала. В лузер брекет сразу же. И восьмой... Ой, седьмой-десятый, восьмой-девятый. Почему нет? Но вот решили Riot Games Америки так вот увеличить популярность чемпионата. На самом деле они только уменьшили вот эту вот идею самого чемпионата. То есть нет смысла тогда играть весь сезон хорошо. Если все равно тебя любой бомж с восьмого места, сыграв великолепный плей-офф, попадет на чемпионат мира. Ну так, мне кажется, не должно быть. Тим Ликвиды на первом месте уже. Да, команда Cloud9 три игры подряд проиграла. И по их стилю видно, что они игру не меняли. Проблема стала в Блабере. Точнее, в Звейне. Кто-то скажет, что Звейн перестал стрелять? Нет. Ребят, давайте покажу. Кто не знает, кто такой Блабер, это лесник. Блабер не может играть в эту мету. Это не его чемпионы. Блабер привык играть сверхагрессивных чемпионов, которые помогают ботлейну, забирают драконов и работают с этой командой. Сейчас же чемпионы в лесу играют вокруг мидлейнера и топера, отдавая драконов, иногда забирая Геральдек за место драконов, ну либо тоже драконов, но вместе с командой. А ботлейн должен быть саппортом. Причем оба саппорта. Там у нас и Аша сейчас, и Калиста популярна, вы знаете. И Звейн с Вулканом сейчас такие. А мы так не договаривались. Звейн гиперкерри, который не может играть Офелия, потому что он занерфлен. Возможно, следующий патч, как раз на котором они сейчас будут играть, 10-15, поможет команде Cloud9 найти Кейтлин, найти не только Ашо, еще какую-нибудь Тристану снизу. Может быть, к Зайрейкану вернуться. Но им нужно что-то менять, потому что они не могут идти по мете. Они не смогли в эту мету войти. В то время как команда Team Liquid как раз наоборот смогла в нее войти. И команда TSM. Когда Спица начал играть вокруг Бьорксона, они начали выигрывать. Когда забили... Ну, я, наверное, не буду говорить то слово на букву Х, скажу Болт. Забили Болт на этого ЧСВ-шного паренька. И начали играть вокруг Бьорксона и Брокенблейда. Они начали выигрывать. А когда Team Liquid'ы Брокса начал играть с Дженсоном и Импактом в комбинации, забив на Тактикал, они начали выигрывать. Когда не надо строить игру вокруг своего Адекерри. И эта мета этим двум командам гораздо больше зашла, чем команде Cloud9. Как итог, они проигрывают. Флайквесты тоже начали, наконец-то, побеждать. Но в их сфере была только сложная игра против команды Cloud9. Все остальное было против аутсайдеров. Так что обращать внимание, что Санторин, Соло и Пауэрфуэлл начали делать крутую комбу. Нет, такого здесь нет. Вот Golden Guardian. Вот что интересно. Вот они начали играть потрясающе. Но здесь на индивидуальном перформансе Дамонто. Дамонто сейчас чуть ли не лучший медленер Америки. Он просто творит чудеса. В каждой игре уходит с 7 киллами с плюсом. Причем Соло килл на линии делает. И он свою команду явно в плей-офф затащил. И будет интересно поглядеть за плей-оффом. Потому что плей-офф будет у нас сыграться на следующем патче. Не нашем даже 10-16, а 10-17. Или 10-16. Тут сложно сказать. Потому что патч на следующий выйдет через 3 недели только. Я пока не буду говорить, на каком точно будет играться. 10-16 предположительно. Но он не поменял мету. Вы знаете, я делал обзор на этот патч. Там просто плюс один, минус один. А цифры были добавлены. А мета никак не поменялась. Только 300 она стала сильнее. Вот и все. Ну и слабее стал ноксюр. Да, по-моему. Вот эти вот вещи, на которые можно было обратить внимание. Клауд Найн реально сейчас катастрофе. Во-первых, они могут потерять свою позицию номер 2. И учитывая, что они играют с целыми дигнитесами, вроде не должны потерять. У ТСМов сложная игра с Team Liquid'ами, сложная игра с Golden Guardian'ами. Это команды, лидеры. А здесь дигнитес и как бы CLG. И есть интересная вещь, традиция. У команды CLG 5 побед в этом сезоне. И интересную вещь заметил Авел Доминейт. Написал это в Твиттере. Потом это сказал на стриме. Ну, так как он ее заметил, решил это пиарить, пиарить. Я решил тогда уже вам рассказать. Команда CLG одержала всего 5 побед в чемпионате. А знаете, в чем вся интересность? После победы над какой-то из команд в чемпионате у той команды сразу же шли замены в составе. Сразу выгоняли игрока. Это как какое-то проклятие. Любая команда, которая проигрывала CLG, сразу же делала замены. Давайте я вам просто, ну, ради шутки покажу всю историю. Команда CLG одерживает победу над командой Immortal. И на следующую игру команда Immortal теряет своего главного тренера. Больше его нет. Команда CLG выигрывает команду Dignitas. Покажу вам состав команды Dignitas. И они тут же убирают Viper'а с основной позиции и отправляют снова туда Лаура на основную позицию. Плюс Дардош с Акадзианом начинает ссориться. Команда CLG побеждает команду Соточку. И Метеуса вместе со Стантом выкидывают из команды. Как будто вот если ты проигрываешь команде CLG, пошел нахуй из Лиги Легенд. Извините за такой мой английский. Ну, потому что так выглядит. Команда Evil Genius проигрывает команде CLG на пятой неделе. Это последняя пятая победа, по-моему. Да, больше не было побед. Сейчас посмотрю. Да, больше не было. И Evil Genius тут же меняют двух игроков. Они весь сплит лидировали, играя с Кума... Ну да, все верно. Играя с Кума и Джизука. Но раз ты проиграл CLG, значит ты дебил. И играть не умеешь в Лигу Легенд. Иди нахер отсюда. И все. Хуни выпустили с Golden Gloo. С Винскерлона остался в позиции. Это реально так выглядит. И сейчас забавно будет, если команда CLG одержит победу на этой неделе. Давайте покажем. На этой неделе у них играть команде CLG над Cloud9 и с FlyQuest. Если они кого-то победят, что у нас ждет в плей-оффе для этих команд? Потому что реально люди как будто выгоняют сразу игроков из команды, если они проигрывают CLG. Кто выйдет-то в плей-офф? Спросите вы. Да. Набу из пляжа. Я здесь ляжу. В плей-офф выйдет команда Team Liquid с первой позиции. Cloud9 со второй позиции. Я не верю в чудо, что Cloud9 умудряются проиграть двум аутсайдерам на этой неделе. Наверняка они сделают наконец победу. Им тем более нужна всего одна победа, чтобы перегнать команду Team Solomit. Team Solomit останется на третьей позиции. FlyQuest 4, Golden Guardian. Так и будет 5. Evil Genius 6. Здесь ничего не поменяется. Соточка. Я все же в них верю. И вот здесь вопрос. Кто? CLG либо Dignitas? И ответ CLG. Почему? Потому что у Dignitas более тяжелые игры остались на этой неделе. Обратите внимание. Им играть с Соточкой, которая за свою жопу сейчас держится. Им нужно в плей-оффе остаться. И с Cloud9. Просто Dignitas'ам не повезло с расписанием. В конце чемпионата у них остались крепкий матч против Соточки, который скорее всего его выиграет. И против команды Cloud9, которая нужно первое место сохранить. То есть максимально замотивированные команды. В то же самое время команде CLG тоже тяжелые матчи. Но им выигрывать-то и не надо. У них как бы 5 очков уже есть. Кто спросит, а как же имморталы? Ну, имморталы как бы с Team Liquid'ами и FlyQuest'ами играют. Сам понимаешь, да, друг мой, что они тоже вряд ли победят вот эти вот команды. FlyQuest'ы. Так что в Америке плей-офф уже известен. Команда уже расставлена по плей-оффу. Кто выиграет чемпионат? Ну, я, наверное, скажу Team Liquid'ы, если честно. Я посмотрел их игры. Team Solomit опять вот начинается эта вот вся канитель. Опять медленная игра. Они вроде... Вот поняли этот стиль, что надо играть вокруг Бёрксона снова. Ну, опять начинает медленно как-то вальяжно все это делать. А давай Double Leaf чуть пофармиться. Агрессивнее надо, агрессивнее. Я чувствую, что к плей-оффу они еще более превратятся в эту медленную фармящую машину. Пока Double Leaf там не наберет себе 25 предметов. А Team Liquid'ы свой стиль нашли. И мне кажется, они его не упустят. И я думаю, они станут чемпионами. Cloud9'ы, наверное, второе место все же будут. Но тут вопрос, второе или третье. И опять же, чемпионши-поинсы. Давайте я вам их открою. Ой, не то открываю. А где, кстати, поинсы. А, да, здесь же нет поинсов. Дурачок. Дурачок-стример. Здесь же Summer Split плей-офф. Тот, кто занимает первое, едет на чемпионат мира с первой позиции. Тот, кто занимает второе, едет на чемпионат мира со второй позиции. А тот, кто вот здесь вылетает. Это команда номер три получается. Тот отправляется на чемпионат мира с третьей позиции. То есть, вот это вот будет матч за путевку на чемпионат мира. Здесь матчи две команды, которые сюда попадают, уже тоже будут автоматически на чемпионате мира. Такие дела, ребят. Давайте быстренько тогда еще немножко в Китай вернемся. В Китае за две недели практически были известны все команды. Единственное, что здесь может поменяться, это рояльцы могут победить команду Билли Билли Гейминг и Рогги Вориорсов. Заработать равное количество очков с команды Фамплюс Феникс и Ворлд Элита. И пройти в плей-офф. Но только при условии, если и Ворлд Элита, и Фамплюс Феникс проиграют оставшиеся свои игры. И при условии, что сами Рогги, конечно, рояльцы выиграют две свои игры. У рояльцев нет Узи, напоминаю вам еще раз это. У Ворлд Элиты матч остался против Тесс. Неприятненько. У Фамплюс Феникс матч против Саннингов. В общем-то, приятненько. А сейчас вот сегодня будет матч Рогги Вориорсов. А что их Рогги Вориорсами все называют? Ройл Невергиваповцы против Билли Билли Гейминг. Если рояльцы не выигрывают эту игру, все, чемпионат заканчивается. Три оставшиеся дня можно не играть, ничего не поменяется. А в этом чемпионате четыре команды едут на чемпионат мира. Чемпионшип-поинтсы здесь имеют значение. Плей-оффы у них старая система. Так и осталось, где пятый с восьмым играет. Четвертая ждет, третья... Ой, первая ждет и потом финалы. То есть, видите, две сеточки, две лесенки, нижняя и верхняя. Причем это, по-моему... Не, вот эта лесенка с плюс одним очком идет. Вот эти вот две лесенки с плюс одним очком. Здесь вроде нет плюс одного очка. То есть стартует матч серия с 0-1 в пользу команды четвертого и третьего места. Ну а по очкам на первом месте сейчас идет JD Gaming. Тут уже есть даже Total за их выход в плей-офф. Это 70 очков. Топи Спорт 50, Инвиктус 30, Фан Плюс Феникс 30. В Урлд Элита только-только попадает в плей-офф. И может еще не попасть в него мало. Эдварды не попали в плей-офф. У них 10. И, скорее всего, они не попадут уже в зону. Потому что вот эти команды попали уже в плей-офф. И они автоматически соберут больше очков, чем команда Эдвард Гейминг. Соответственно, Эдвардов мы на чемпионате никак не увидим. Как будет отправляться команда на чемпионат мира? Первая-вторая едет первая с победы. Вторая с максимального количества очков. Третья команда едет с дополнительного тайбрейка чемпионата, который будет. И четвертая тоже с него отправляется. Ну и в Корее у нас после сегодняшней победы команды Дамбон Гейминг над командой Джинджи. Джинджи потеряли шансы занять первое-второе место. Дамбоны с Драгон Иксами у нас остались. Остаются, получается, два коллектива, которые борются за первое-второе. У них еще много игр. Т1 рады, что Джинджи проиграли. Потому что они теперь их могут перегнать. Ни хрена у них здесь состав! Ну, Джинджи скупили просто всех молодых игроков, которых можно. Ну, правда, Т1 недалеко от них ушли. Это по официальным данным. Сколько игроков числится в команде Т1? Сколько им игрокам не платят зарплату? И таким образом, ну, просто вот сравните с другими командами. Ну, ладно, здесь тоже неплохо. Нифига, Драгон Иксы! Это мне напоминает, знаете, эти футбольные менеджеры. Разные игры там, футбольные менеджеры. ПАЕ, примеры менеджера, да, или как он там называется, ПАЕ. И ты там просто скупаешь все, что есть. 15 лет так всех скупил и надеешься, что кто-то из них прокнет. Что это такое вообще? У них игровой практики вообще никогда в жизни не будет. Они же не пробьются в основу. Ну, ладно. Людей там, конечно, накупили, накупили. Но это все, я объясню, почему делается. Потому что у нас со следующего сплита будет, ну, с 2021 года, будет в чемпионате Корея франшиза. Команды должны будут купить себе слот. А раз у тебя есть деньги, чтобы купить слот, то тебе придется и покупать игроков. А как ты будешь покупать новичков и игроков, когда их скупили другие команды, у которых были деньги заранее? Выкупать только у них. Либо какие-то вещи отдавать. Там, допустим, у тебя будет какой-то сверхсильный игрок, опытный. Тебе придется его отдать, чтобы взять себе двух молодых. Ну, так обычное дело. От одного старого. Ладно, не буду это говорить, а то он тебя сейчас забанит. Хотел сказать одну старую и обменивать на двух молодых. Ну, а, так вот, о чем я? О том, что в чемпионате Кореи еще вроде как ничего не решено, но в реальности уже все решено. У нас пять команд плей-оффа известные. Это Джинджи, Т1, Африка Фрикс. Я не верю, что сэндбоксы смогут как-то перегнать команду Африка Фрикс. У них оставшиеся игры просто монстры игры. И при этом они очные встречи проиграли этим командам. И у них минус шесть. Ну, то есть вообще никак. Так, чудо только если Африка Фриксы не будут выходить на матчи и получат третий луза подряд. А сэндбоксы такие, ура! Давайте выигрывать. Ну, вот при таких условиях, да. Конечно, это может произойти. Ну, что ж. Все. Вот такое видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайки под ним. Пишите любые комментарии. Какие вы команды видите? Давайте так. Кто угадает... Блин, это будет жестко. Ну, сейчас давайте так. Кто угадает плей-оффы всех четырех регионов, которые мейджор... Вот плей-оффы... Ой. Вот. Корея. Тот получит от меня скин. Но вам надо угадать. Надо писать. До того, как плей-оффы стартанут. То есть до конца этой игровой недели. Давайте до субботы. Суббота у нас какое число? Суббота, восьмое число. Вот до восьмого числа вы должны написать в комментариях. Ваши варианты плей-оффа Европы. Плей-оффа... Тот получит скин от меня. Ну, если никто не угадает, хотя бы поприкалываемся. Может, у кого-то шалькинольд четыре будет выходить. Но надо все четыре угадать. Тут нереально. И я скин сохраню. И изи. Изи сохраненный скин. Заранее. Уже знаю, что я выиграл вас. Ты понимаешь, что это должно быть легендарка? Да, да. Это должно быть не просто легендарка скин. Это должен быть... Лично я должен приехать, вам нарисовать его и в игру записать. Потому что иначе никак. Ладно. Давайте. Ставим лайки. Подписываемся на канал, чтобы ничего не пропустил. И Сиджуани тут нападает. Скоро увидимся в прямых эфирах.